25 ноября Вся программа, что бывает на чемпионате России Среди опорников и зрения спортсменов Это вся программа присутствует здесь То есть это 12 дистанций Вы знаете, что это все полтинники, все сотни 400 вольный, 200 комплекс и 100 комплекс То есть все дистанции, на которых наши ребята участвовали То есть здесь сейчас ребята показывают хорошие результаты То есть была проделана с сентября месяца подготовительная работа Подготовительный период И ребята достойно выступают сейчас Радуются своими результатами Для мяча Руслана Садвакасова Участника прошлых паралимпийских игр Рекордсмена, чемпиона всероссийских и европейских соревнований Первенство Омской области Также важный старт для подготовки к играм в Лондоне 2012 года Путевку туда он уже заработал Вместе с другим омским спортсменом Также чемпионом пекинских игр Алексеем Фоменковым Они уже зачислены в сборную России Мы сейчас до февраля дома С февраля уезжаем на сборы И по-моему мы домой вернемся только в конце сентября У нас сборы будут Со сбора будем уезжать на соревнования Потом соревнования сразу опять на сборы Плаваем по два часа, по два, по два с половиной часа за тренировку Еще один омский спортсмен борется за право участвовать в паралимпиаде 2012 года Александр Глушков Для этого ему надо одержать победы на всех ближайших соревнованиях И еще нужно, чтобы улыбнулась удача Потому что в сборной всего лишь несколько мест для спортсменов с ограничением по зрению Моя основная дистанция это 100 браз В принципе я доволен Мы сейчас плаваем под нагрузкой То есть наилучшего результата сейчас мы просто не могу показать Мы планируем к России выйти на наилучший результат Чтобы уже точно попасть на паралимпийские игры В состав сборной команды В открытом первенстве Омской области приняли участие 60 спортсменов Половина из них стали призерами на различных дистанциях Лучшие результаты соревнований показали Руслан Садвокасов, Сергей Коринный и Александр Глушков По итогам турнира будет сформирована сборная команда области Для участия в чемпионате России Который пройдет в марте 2012 года в Тюмени Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...